Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 23 января. Житие преподобного отца нашего Геннадия Костромского. Житие преподобного Геннадия и службы ему написано иноком Алексием. Преподобный Геннадий, называемый во святом крещении Григорием, был единственным сыном боярина по имени Иоанна и жены его Елены, живших в Литовской земле. И Григорий с детства любил посещать церковь Божию и постоянно пребывал среди церковного клира, посещая все службы. Родители были недовольны таким поведением сына и говорили ему, зачем ты так делаешь? Разве ты сторож церковный? Ты стыдишь нас перед людьми. Довольно себя ходить в церковь вместе с нами, а остальное время быть дома и в общении с сверстниками. Особенно же не должно лишать себя покоя ночью. Но Григорий отвечал. «Любезные родители, не докучайте мне такими речами. Я не хочу заниматься детскими играми. Бог творит, что хочет, а человек, что может. Дух же святой наставляет всякого человека на путь истинный». С тех пор Григорий стал помышлять о том, как бы ему уйти в русскую страну и там поселиться в какой-либо святой обители и подвязаться подвигом добрым. И вот, улучшив благоприятное время, он ушел от родителей, снял с себя светлое платье и отдал бедным, а от них взял рубище и оделся в него. Проходя литовскую землю, пустыни, села и города в виде странника и пришельца, он много претерпел бед и напасти и от злых людей. Однако, хранимый Богом, он дошел до русской земли и пришел в великий и славный царствующий град Москву и обходил его, притекая к ракам святых чудотворцев, проникая во святые обители и рассуждая, где бы ему постричься и предаться молитве. В Москве он нашел себе друга по имени Феодора, молодого, но богобоязненного и также искавшего пострижения. Из Москвы они вместе отправились в Великий Новгород и там ходили по святым местам и царквам и обителям. Из Новгорода они отправились на реку Свирь, в пустыню к подвижнику преподобному Александру, и стали усердно просить его. Мы желаем, святый отец, Господу Богу молиться, облики нас Христа ради в монашеское одеяние. Преподобный Александр обратился сначала к другу Григориеву Феодору и сказал, «Ты, чадо Феодор, будешь водить зверя белоголового». Григорий уже сказал, «А ты, чадо Григорий, сам будешь пастырь словесным овцем и наставник множества иноков. Иди, чадо, на камельский лес к преподобному Корнилию, и тот научит тебя, как Богу молиться, и как тебе пасти словесное стадо иноков. А в нашей пустыне молодым отроком невозможно жить. Однако отдохните здесь, чадо мои, сколько дней пожелаете». Они пробыли четырнадцать дней в пустыне у преподобного Александра и, взявши от него благословение, пошли в пределы города Вологды, в камельский лес. Пришли они внутрь пустыни к преподобному Корнилию Комельскому и постучали с его рост с молитвой Иисусовою. Преподобный Корнилия, отворяя двери свои, сказал им, «Чадо, как прошли вы места непроходимые, и зачем вошли в сию убогую пустыню? Чего ищите вы?» Они отвечали ему, «Владыка наш». «Преподобный Отец Корнилия, нами овладело великое желание облечься в иноческое одеяние. Христа ради причинов к своему богоизбранному стаду». Преподобный Корнилий сказал Григорию, «Ты, чадо Григорий, войди в убогую мою обитель, а ты, чадо Феодор, останешься в мирской жизни, возьмешь жену и родишь детей». Но на Григория преподобный Корнилий наложил искусы иноческие по преданию святых отцов. В этом искусе Григорий прожил значительное время, после чего преподобный Корнилий, вошедший в церковь, постриг Григория в монашеский чин и сказал ему слово от святого Евангелия, «Всякий, кто оставит отца или мать, или жену, или чадо, или село имени моего ради, старицей примет и жизнь вечную наследует. Многие будут первые, последними и последние первыми». Затем старец говорил по отеческим вопросам и ответам новопостригаемому и нарек ему имя Григория Геннадий. Наконец сказал, «У свой чадо разум древних святых отцов, терпение, любовь и смирение, особенно же молитву общую или соборную и келейную, и потрудить в подвигах нелицемерных». Друг Геннадия Феодор по пророчеству преподобных отцов Александра и Корнилия провел жизнь свою в мире и в глубокой старости скончался в Москве. Преподобный Геннадий по благословению Корнилия усердно подвязался в молитвах и трудах, особенно же в хозяйственных монастырских службах, в поварни, пекарни и прочих. Многие из братьев негодовали на Геннадия за такие его подвиги и роптали. Геннадия, слыша этот ропот, преподобный Корнилия укреплял святого, говоря, «Чадо Геннадий, не скорби о всем на братьях, ибо они так говорят по внушению бесовскому». Потом ненавистник добра дьявол возбудил возмущение среди братьев на самого Корнилия. Видя это, преподобный дал место гневу и, взяв с собой ученика своего Геннадия, оставил свой новосозданный монастырь и ушел в Костромские пределы, в дикий лес, на Сурское озеро, за 60 верст от своего первого монастыря. Немного далее версты отсюда жили царские крестьяне, оброчные бортники. Эти крестьяне очень обрадовались приходу Корнилия и Геннадия, построили им келью, приносили хлеб, мед и прочее необходимое, так как поблизости находилось бортное угодье, пчелник. Преподобные Корнилия и Геннадий подвязались в молитве и посте, прилагая труды к трудам, рубили лес, пахали землю и выкопали четыре пруда. Однажды православному великому князю Василию Иоанновичу угодно было предпринять труд путешествия на Белое озеро, помолиться по обещанию своему о благочадии. Когда великий князь достиг пустыни преподобного Корнилия и увидел, что тот удалился оттуда в иное место, весьма огорчился на братья и говорил ей, «Ради вашего ропота и непослушания не живет отец Корнилия в своей пустыне». И тотчас же послал слух своих просить преподобного возвратиться на первое свое начинание. Преподобный Корнилий пришел пред великого князя Василия, он княжил с 1505 по 33, припал к ногам его и просил прощения за отход свой от пустыни. Благоверный князь поднял его и сказал, «Любимче мой отец Корнилий, моли за нас, милостивого Бога, дабы Господь Бог даровал нам плод благочадия в наследие роду нашему и в устроение честным обителям, в державу российскому царству и в утверждение веры христианской». Затем великий князь говорил преподобному Корнилию, «Прибывай, отче, здесь в первом своем начинании и трудах, отходную же пустынею по нашему повелению благослови ученика, которого хочешь». Когда великий князь удалился, преподобный Корнилий благословил новую пустыню ученика своего Геннадия и повелел ему там воздвигнуть церковь во имя боголепного преображения Господня. Преподобный Геннадий по благословению отца Корнилии и по повелению великого князя все устроил в пустыне, и церковь Божию воздвиг и украсила иконами, и книгами, и всяким благолепием церковным. Когда в пустыне стали умножаться братья, он построил и вторую церковь, теплую во имя преподобного Сергия Радонежского Чудотворца, и украсил ее, как и первую. Сам же преподобный, трудясь постоянно, подавал братьям образец смирения и терпения. Он устроил для братьев удобное жилище, днем рубил дрова и по ночам разносил их на своих плечах по братским кельям, трудился в поварнии и пекарни, мыл на братьеву лосяницы, делал свечи, варил кучью, пек просфоры. Особенно же преуспевал в церковных службах, в посте и молитве. Сверх этого он на себе носил вериги и кресты железные, тяжкие цепи. Такое великое бремя преподобный носил для усмирения плоти. Вследствие этого на нем почила благодать Пресвятой Троицы. Подобившись ее, преподобный стремился к большим и большим подвигам, подавая образец своим ученикам во всех обычаях и нравах, ибо он учил их не столько словом, сколько делом показывать то, что изложено выше. Кто в состоянии изобразить все подробности жизни его и всех подвигов и терпения, или кто может перечислить болезни и труды его и попечения о братьи? Так воспитает составитель жития его ученик его Алексий, который далее в похвалу преподобному Геннадию, а более во славу Божию повествует о чудесах его, совершенных благодатью Божией при его жизни и по смерти. Вот некоторые из этих чудес. Однажды случилось преподобному Геннадию прийти в царствующий город Москву с учениками своими, Серапионом и Уаром. Он был в честью принят боярине Иулиане Феодоровной, женой Романа Юрьевича. Иулиане просило Геннадия благословить сыновей ее, Даниила, Никиту и дочь Анастасию. Когда святой благословлял Анастасию, то сказал, «Ты, лоза прекрасная и ветер плодовитая, будешь нам, государыней, царицей благоверной». Слыша эти слова, боярине Иулиане вместе со своими детьми и всеми бывшими при этом людьми удивилась, что за непонятные речи произносит Геннадий и откуда они возвещены ему. Боярине Иулиане Федро довольствовало Геннадией и в продолжении не одного года. Все сказанное пророчески старством сбылось. Анастасия Романовна сделалась царицей первой супруга Иоанна Васильевича Грозного. Она питала глубокую веру и почтение к дому всемилостивого Спаса и к преподобному Геннадию, посылала ему честные иконы и ризы и другие нужные для церковной службы вещи. Однажды боярин Борис Полецкий, постигнутый болезнью, пришел в обитель преображения Господня по молитве. Преподобный Геннадий весьма обрадовался прибытию князя, созвал братья и встретил посетителя в святых воротах, подобающие молитвою, и дал ему в руки свой пасашок. С того часа князь стал здоров и прославил Бога, и все радовались выздоровлению князя. Давший довольное милости непреподобному и братья, князь возвратился в свой дом со всеми людьми. Пасашок благословения старцева князь поручил вести бывшему с ним священнику Василию. Этот священник почему-то рассердился на князя, и по хуля благословения святого бросил тот пасашок в реку Кострому. Князь очень опечалился, лишившись благословения старцева. Когда же названный священник прибыл к себе в дом, то нашел там жену свою умершую, а спустя некоторое время и сам впал в тяжкий недуг. Тогда он начал каяться в грехе своем, что посмеялся над князем, и преподобным старцам по поводу пасашка, и дал обещание пострижься в дому с Пасовым у старца Геннадия. Спустя немного времени священник сей пришел в обитель Спасов, припал к преподобному, и, поведав о случившемся, просил прощения в своей дерзости, и умолял святого, чтобы он причел его к своему богоизбранному стаду. Преподобный же благословил его, сказал, «Брат, Христос сказал, грядущего ко мне не изгоню вон». Потом повелел постричь его монашеский чин и нарек ему имя Варлаам. Варлаам подвязался довольно продолжительное время в обители преображения Господня. А потом, по благословению старца святого Геннадия, был игуменом в Богоявленском монастыре в городе Костроме. Вышеупомянутый князь Борис Полецкий пожертвовал в дом Спасов на обитель Геннадию целый, ценный колокол. Случилось некогда Вологодскому и Великопермскому владыке Киприяну впасть в сильную болезнь. Имея усердие к обители преображения Господня, а также питая духовную любовь к преподобному старцу Геннадию, послал одного из слуг своих за старцем Геннадием, прося его посетить по случаю болезни. Преподобный пришел со своими учениками и романахами, Мистоилом и Алексеем, в город Вологду, и попросил благословения у епископа Киприяна. Владыка обрадовался прихода святого старца и, не имея до того времени никакой возможности встать со своей постели, встал на встречу святого, благословил его с учениками крестным знамением и, взяв преподобного за руку, ввел его во внутреннюю келью. Долгое время беседовал святитель с преподобным старцем. Люди же, видя облегчение епископа от болезни вследствие посещения преподобного, весьма удивились и прославили Бога, творящего через угодников своих преславные чудеса. После беседы оба вкусили благословенного хлеба. На другой день епископ перед всеми людьми просил преподобного, наставник пустынный, преподобный отец Геннадий, моли за нас, милостивого Бога, чтобы он облегчил мне телесную болезнь и исцелил недуг ноги моей. Преподобный сказал святителю, «Человеколюбец Бог помогает от скорби и целит недуги душевные и болезни телесные и облегчает немощь страждущим людям. И не наше это дело великое. Господин мой святитель, все возможно от Бога, а от человеков ничто. Вот ты, господин мой, теперь уже здоров от общей скорби телесной. Нога же твоя пусть напоминает тебе о последнем часе и не исцелится до последнего твоего издыхания. Мир тебе, господин мой, святые отчи!» Владыка после этого прожил еще пять лет и отошел ко Господу. Писатель жития преподобного Геннадия, ученик и преемник его по игуменству Алексеев, рассказывает о себе самом следующее. Будучи оскорблен братья Геннадиевы и обители всемилости вас спасать, Алексей удалился отсюда в город Кострому и поселился в обители Богоявления Господня. Но вскоре сильно заболел и не мог стоять в церкви. По этой причине он переселился из Костромы в Адрианово пустыню, близ Пашихонья. Но болезнь не прекращалась. По откровению Божию он возвратился в Геннадий, его обитель всемилости его спасать, и, притекшись с мольбою ко гробу Геннадия, просил прощения в своем малодушии и получил исцеление. Из многочисленных посмертных чудес преподобного Геннадия упомянем еще следующее. Некто боярский сын Иван Лихарев пожертвовал Геннадию спасому монастырю одно свое село, но потом передумал и передал это село в Троицу Сергиеву Лавру. Вскоре после этого сын его, Алексей, умер неожиданно, а жена впала в тяжкую болезнь. Соседи и знакомые стали говорить, что муж ее поступил нехорошо, оставив спасовую обители, а отдав село в другой монастырь, и советовали ей написать письмо мужу, который находился в Переиславле-Залесском. Жена написала, и тотчас же почувствовала облегчение. Между тем в Переиславле Иоанн тоже впал в болезнь, на него напал какой-то страх, и исказилось его лицо. Окружавшие также упрекали его, зачем он оставил обитель спасовую. Тогда Иоанн внял послание жены и советовал ближним возвратить село в обитель преподобного Геннадия и обещался от нее не отходить. Вскоре он получил исцеление от своей болезни. Молившиеся при гробе Геннадия с верой и усердием получали исцеление от различных болезней, от боли зубной, от болезней глаз, от расслабления, особенно же от иступления ума и беснования. Было и такое чудо. Один иеродиакон Геннадьевой обители украл церковные книги из скатерти и, прошедший только несколько верст до реки Андома, почувствовал расслабление и не мог двинуть ни руками, ни ногами. Дали знать игумену, и он послал за диаконом, которого и привезли в обитель с книгами. Диакон повиновался в своем согрешении. Повинился. Припал к гробу преподобного Геннадия, прося прощения и исцеления рук и ног. И по молитвам преподобного Геннадия Бог помиловал его и возвратил ему здоровье. Посадский человек города Костромы, Лука Густышев, не имел веры к чудесам преподобного Геннадия и решил не бывать в обители Спасова и у гроба преподобного. Будучи выбран в целовальнике, в таможню, то есть в престижные сборщики таможенных пошлин, он отправился со своими товарищами для сбора государевых денег. Но вдруг он был поражен тяжкою болезнью, опухли щеки, разболелась нестерпимо голова, и он пришел в выступление. Родственники привезли его домой, где он и лежал при смерти. Пришедшим в сознание, он вспомнил грех свой, обещался идти в обитель Спасову и к гробу преподобного Геннадия. Отслужив там молебен, он молитвами преподобного Геннадия получил исцеление. Одна дворянка Голицкого уезда, корешской волости, из рода Лаптевых, имела четверых сыновей, из коих один по имени Кирилл пожелал постричься в Геннадии в монастыре, и свою долю из отцовского имени хотел отдать к вкладам в монастырь. Мать, узнав об этом, стала клясть сына и не позволяла ему отдать его долю в монастырь. Вдруг ее постигла тяжкая, нестерпимая болезнь головная. Мучимая этой болезнью, она вспомнила свой грех, дала обещание идти в обитель Спасову, помолиться у гроба преподобного Геннадия и внести долю сына. Тогда же она почувствовала облегчение от болезни и вскоре исполнила свое желание, свое обещание. Сын ее постригся под именем Корнилия, она же прославила Бога, задаровано ей исцеление. Преподобный Геннадий перед своей консиной оставил поучение, в котором изложил свои мысли и заветы об иноческой жизни, как своим ученикам, так и всем православным. Вот это простое и назидательное поучение. Великой Лавры Живоначальной Троицы и Пречистой Богородицы обители Ипатской, брату о Христе и пристанному пастырю словесных овец, игумену Вастиану, а также спасовой обители нашей пасты, строителю Иосифу и всему братству нашему, говорю вам, духовные мои братья и спостники, для меня день уже при вечере и секиры при корене, ибо отхожу уже к судилищу Христову. Ради Святой Господней заповеди не забывайте меня, когда будете молиться, но, видя мой гроб, вспоминайте мою любовь и молитесь Христу, чтобы Он вселил дух мой с праведными. Вы же, дети мои, бойтесь Бога, повинуйтесь вашим наставникам во всем по апостолу. Царя православного почитайте, святители ублажайте, им повинуются все игумены духовной совестью. А вы, мои дети, живущие в обители Спасовой, повинуйтесь игумену, которому поручена будет паства наша, и покоряйтесь ему во всем с послушанием. Особенно же умоляю вас и завещеваю, чтобы вы не уходили из этого места без благословения настоятеля. Прекословие брат с братом не заводите, стремитесь к свету, а тьму оставляйте. Пусть жизнь ваша будет по преданию святых отцов и согласна с тем, как нам писал преподобный Корнилий, и как в обители нашей установлено иноческое житие. Тебя же, благочестивый игумен Васян, умоляю, не оставь обители сей своей верою. Вы же, братья и дети мои, не разоряйте общего нашего предания и не уклоняйтесь от церковного собора, ибо первая мерзость для монахов это не ходить в церковь. А пришедший в церковь стойте без глумления, не пересуживайте. Главным образом и в келейной молитве не ослабевайте, чтобы не изнемогла ваша плоть вместе с душой, и чтобы труд ваш не погиб. Ибо возбуждением лености сатана лукавый хочет монаха живым свести в ад. Умоляю вас, братья мои, испостники, будьте неленивы во всяких монастырских службах. Не скорбите и не унывайте в трудах ваших, ибо труды ваши для того, чтобы иметь возможность есть и пить. На пастыре во всяком случае не ропщите, ибо ропщущий чернец приготовляет себе гибель. Равным образом со вниманием слушайте учительное слово и творите благие и добрые дела. Ленивых возбуждайте к службе и к молитве Святыни Божии не отлучайтесь. Если монах шесть недель святых тайн не причастится, то он не монах. Еще же умоляю вас, братья мои, не крадите монастырских орудий, ни хлеба, ни овощей, и не выносите на монастырь ради своей прихоти. Одежду имейте все равные, по кельям всякой пищи не имейте, и страпезы хлеба не выносите, исключая крайние нужды и болезни. Пусть питание ваше происходит в трапезе и будет для всех равное. Пусть еда и питье будут в надлежащее время. На трапезе же не объедайтесь и не упивайтесь, ибо это мерзко перед Богом и отягчение и болезнь для плоти. Непристойно также вам враждовать между собой, ибо заводящее вражду и сквернословца царствие небесного не наследует. Таковы же и те лукавые лицемеры, которые братья свою посылают туда и сюда, а сами пальцем не касаются дела. О, горе! Пучина горького ада наполняется нерадивыми монахами. Праведники же, немного потерпевшие и сохранившие Божьи заповеди, будут радоваться во веки. Христос вселяет в дом свой единомысленных. Так-то и вы, дети мои, постарайтесь пройти сквозь тесные врата и прискорбным путем, чтобы приобрести жизнь вечную. Слугам же и прочим рабочим повелевая не гневаться и не враждовать друг с другом. Следует во всем повиноваться настоятеля и слушаться, а братья не оскорблять ни словом, ни делом, не причинять неподобающих дерзостей, а стараться быть угодными всем людям. Орудия, монастырские и домашние вещи следует беречь, чтобы ничто из них не гибло. К чужому имуществу не прикасайтесь и отнюдь ничего не похищайте, ибо собирание собственного имения великий вред причиняет монаху, а душу предает огню негостимому и мукам вечным. И вы, дети мои, от такого зла и безумия берегитесь и прочим людям напоминайте эти наши слова. Монастырские дела следует исполнять без ропота, неленостно и без мятежа, чтобы не быть лицемерами и человекоугодниками, делая только на глазах, но старайтесь быть благоугодными за глаза, работая верою и правдою. Крестьян не обижайте насилием и среди гостей не превозноситесь, занимайте последние места, а главное, ни с кем не враждуйте и ложных слов о братье и игумену не говорите. Будьте, братья мои, поспешливы на добро и получайте Слову Божию во Святом Евангелии и в апостольских Писаниях. Храните в дому Спасовом книги сами приобретенные. Следует вам, дети мои, вникать в них и прилагать ум свой к пониманию их. Здесь находятся труды святых отцов. Если кто соблюдет заповеди Божии и веру Христову, таковой возрадуется вовеки. Преподобный Геннадий скончался 23 января 1565 года. Тихая и мирная консина его последовала после непродолжительной болезни. Ученик преподобного Геннадия и преемник его, игумен Алексий, в похвальном слове святому перечисляет его добродетели и отмечает, что за них почитали его и в царской семье. Он был восприемником дочери царя Иоанна Васильевича Грозного от первой супруги его, Анастасия Романовна, которая ранее предсказал брак с царем и чадородия. Со слов старца Антония, постриженника Иосифа Волоколамского монастыря, Алексей рассказывает о преподобном Геннадии еще такое обстоятельство. Когда однажды Геннадий находился в Москве за богослужением в церкви, в которой стояли царские слуги и боярские жены, вошла бедная и убогая женщина с детьми, которые плакали у нее, а одни у нее на руках, другие подли нее. Смотря на нее, знатная бояра, не воздыхая ко Господу Пресвятой Богородице, про себя думала. Господь даровал детей таким нищим, которым нечем кормить их, а нам, имеющим возможность от царского жалования воспитывать детей, Господь не дал все дороги, конечно, за наши грехи. Преподобный Геннадий уразумел их мысли и сказал им, не скорбите, госпожа, если будете жить благочестиво в своем положении, то по повелению Божию сего времени будете рождать детей. По пророчеству преподобного сбылось сие не с одной, но со многими благородными женами. И в других городах преподобный Геннадий предсказывал многим благочестивым женщинам чьи дородия. Обретение мощей преподобного Геннадия совершено в 1644 году в одни благочестивого царя Михаила Федоровича и при патриархе Иосифе, когда ветхий деревянный храм преображения Господня разобрали и начали строить каменный храм. При копании рвов обрели гроб с нетленным телом и ризами преподобного. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.